Сегодня я рассказываю седьмой раз и это будет последний раз когда то что вам рассказываю потенциально я не могу сказать что мы разобрали с вами база данных от и до я я попытался рассказать наиболее полно все что я могу рассказать за это время вам скорее всего судить насколько это получилось доступно полезно практично и так далее есть более того скорее всего вы не сможете сделать сразу после курса а возможно это там на это потребуется время но в любом случае о чем мы поговорили с вами все за все это время значит мы начали если такой recap сделать до всего того что было мы начали в принципе с overview того что у вас было в голове про база данных нарисовали карту такую допомните там кита ну кто ходил там да все эти линии кто ходил на большую часть занятия так скажем рисовали карту того что известно вам про база данных рисовали там кит слова на втором занятии пытались построить схему база данных которую планировалось будем использовать до конца но в итоге получилось что использовали ее всего несколько раз когда более-менее учились писать сикл запрос потом посвятили одно занятие сикл еще и одно занятие сикл теста и рассказал вам про производительность какого-то да у каких-то базовых понятиях по крайней мере единственное из больших тем которые я совсем не трогал это все что касается изменения данных да то есть большую часть времени мы с вами потратили на то чтобы как-то из базы данных что доставать но ничего не рассказали про то как в эту базу давно что-то положить более того я даже сегодня не буду вам практически ничего рассказывать не про апдейта не проделит и не про insert и что-то в базовых понятиях расскажу я расскажу вам скорее всего то что мне кажется важным про базовые алгоритмы того как это внутри баз данных чаще всего работает почему чаще всего потому что есть базовые понятия, которые должны, скорее всего, по моему пониманию знать все люди, и есть конкретные реализации во многих СУБД, которые всегда, скорее всего, будут немножко отличаться, но не так далеко от базовых алгоритмов, да, поэтому моя цель донести какую-то базу для вас, из нее следуют свойства определенные, и вот как-то научиться в этом потоке информации ориентироваться, потому что у меня нет иллюзии такой, что я смогу вам за 3 часа, за 2 лекции рассказать как-нибудь прям вот хардкорно того, что там будет, но что-то расскажу, конечно. Итак, первое, какое понятие мы должны с вами ввести, это транзакции. Я сейчас перепробую весь любой мел, посмотрю, какой из них лучше всего пишет, потому что в прошлый раз, ну, нормально, нет, транзакции. Это такое базовое понятие, которое оно даже не относится к только к, не знаю, к базам данным, к области IT, и оно существует даже в поседневном нашей жизни, самый большой пример, это, конечно, банковские транзакции, да, то есть все там, они прям даже не стесняются писать это слово по-русски, то есть для них это абсолютно нормальный термин, что ваш любой перевод денежный, ваша любая операция, это для них как бы транзакция, да. И есть, если посмотреть просто на определение транзакции, то своими словами я могу сказать, что это некоторая последовательность действий, которая должна быть либо выполнена вся, либо не выполнена, да. В рамках работы с базой, да, ну, самый простейший вариант это, если, не знаю, если у нас есть два счета у людей, да, там, как там, update, как счет там по-английски, допустим, какой-нибудь табличка счетов, ну, не знаю, давайте money просто будем использовать, так, совсем жестко. Ну, если, допустим, я совершаю какой-нибудь перевод действий, да, не знаю, с себя, снимаю 100 рублей и кладу на баланс. Чей-то. То в рамках банковской транзакции, если я снял, ну, если я осуществляю перевод денег, то важно, что если я снял деньги, то вот они этому человеку, у которого один юзер 2, обязательно пришли, да. То есть вот эти две операции, они не атомарны сами по сути, но для бизнеса важно, чтобы они прошли атомарно. И в сиквеле есть, вот говорят, такое ключевое слово, как begin transaction, да. Ну, если все хорошо, то чаще всего сделается commit. И я опускаюсь огромный разговор о том, что вот здесь может быть пойти что-то не так, должна быть какая-то обработка там различных ошибок, которая, если что-то пошло не так, в конечном счете сделает другое ключевое слово нам rollback. Rollback. Который, в принципе, говорит нам, что если это commit, то все, значит, эти две операции выполнились. И СУБД отвечает за то, что даже если произойдет, не знаю, большая авария в любом месте, в дата-центре, где хранится там что-то, то когда произойдет recovery, если это, в принципе, будет технологически возможно, то мы просто, допустим, свет выключили, бум, вот если он произошел вот здесь, выключение света, то когда включится свет, то ничего не произойдет. А если произошел вот здесь, до commit, то значит просто транзакция откатится и произойдет rollback. Это принципиальная позиция, потому что на этом строится практически весь мир, который строит любые обновления, покупки в магазинах, любые банковские операции, любые изменения, вот любая вот такая вот частичная изменение, то есть история с частичными изменениями данных каких-то, она чаще всего, скорее всего, должна быть транзакционной. Более того, наличие и возможность делать такие транзакции являются своего рода свойством различных хранилищ данных, потому что некоторые системы, в принципе, не могут реализовывать транзакционную логику, ее нужно будет как-то делать на другом уровне, и когда вам будут рассказывать, вам будут рассказывать после меня про ноу-сиквел решения, какие-то из них не умеют этого делать. И там это и не нужно, да, то есть они жертвуют вот таким вот различными подходами. Вот. А теперь, когда мы говорим про транзакции, и вот про все вот-вот-вот и все, в рамках СУБД, то первое, на что, с чем столкнется, там, не знаю, 90 человек, то есть 90% людей, которые будут гуглить, это на следующую аббревиатуру. Висит. Кто-то слышал про это? Один человек. Два человека. Здорово! Значит, я, может быть, новенькое что-то вам сегодня расскажу. Да, сегодня будем говорить практически только про это. Что такое эсит? Это, на самом деле, аббревиатура. Под каждой буковкой там есть свое словечко, и мы поговорим про него сегодня. Эсит. Я могу, конечно, в словах ошибаться. Если что, не поправляете. Вот их четыре. Атомарность, да, консистентность, изоляция и дюрабилити. Не знаю, как по-русски сказать. Долговечность, долговечность. Отлично. Будем считать долговечность. Никто так не говорит, конечно. Но, в общем, дюрабилити. Такое ощущение... Я знал, я знал. Где, вот здесь? Так и знал. Знал. Ну, отлично. Это значит, что, по крайней мере, кто-то считает с доски, что я пишу. Так. А теперь давайте будем последовательно разбираться, как же достигается... Вот, грубо говоря, говорится, что если база СУБД обладает, может обеспечить четыре этих свойства, то она может там претендовать на то, что у нее есть транзакционная логика. Как работает... Давайте вкратце, что такое. Атомарность. Атомарность значит в простом виде, что ваша операция либо закончилась полностью, да, транзакция, либо не закончилась. Не может быть ситуации, когда она находится в каком-то промежу... А когда она осталась как бы в промежуточном состоянии после как бы уже завершения. То есть она либо закоммитилась, либо зароллбэчилась. Конститенси. Самое мутное на самом деле свойство, которое заключается в том, что состояние ваших данных в базе данных находится в некотором согласованном виде. В целом это свойство простирается за уровень даже ответственности СУБД, а часто возлагается и на какую-то бизнес-логику. То есть, грубо говоря, это значит, что не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Это может быть значит, что если у вас там температура температура какая-то хранится и у вас допустим температура чего-нибудь там погода какая-то то там не может быть температуры меньше там, не знаю, 50 градусов. Ну, любые бизнес-свойства какие-то, да, различные это могут быть. В разных системах они могут быть по-разному. Или у вас, если есть какой-то класс в школе, то там, главное, должны быть обязательно ученики, а не просто он там должен существовать. Частично консистенси помогает добиваться различных форинг-ключей, праймари-ключей, чек-констрейнты, чтобы помочь вашу базу данных в большей степени контролировать но по большому счету мы сегодня как раз в меньшей степени будем говорить про это. Изоляция. Изоляция, в принципе, говорит нам о том, что любые данные, которые меняются какой-то транзакцией, видны только эта транзакция. Да, что она каким-то образом изолирована от работы всех остальных параллельных процессов, которые могут быть в этот момент. Но вообще поддержание именно такой жесткой изоляции, когда что-то все никому ничего не доступно, оно очень дорогое, поэтому жертвуют им очень серьезно, и мы сегодня посмотрим, какие могут быть жертвы в изоляции, и к чему это приводит. Да, я там не знаю. Дюрабилити. В принципе, очень немного как пересекается с атомарностью, в принципе, говорится, что если вы что-то положили туда, это должно как бы храниться, то есть, должно быть в таком надежном каком-то виде. Вот, начнем мы вот с этих двух свойств, попробуем понять, насколько они и как они чаще всего достигаются. И для этого мне нужно, ну, есть, конечно, разные способы, я расскажу про несколько из них, для этого нужно ввести понятие Transaction Log. Да, скорее всего. Transaction Log. Transaction Log, то есть, в принципе, есть понятие Log, да, оно в рамках, если мы говорим про, ну, не про, как-то сказать, даже не про структуру данных, а просто про какие-то решения, это обычно не те Log, которые мы, не знаю, пишем, которые пишутся и потом это читается, да, имеется в виду, имеется в виду, как бы, не могу подобрать правильное слово, но имеется в виду ситуация, когда данные только добавляются в конец, да, то есть, это ситуация, когда такой вот add-only режим накопления данных, чаще всего именно это называется Log, поэтому это часто совпадает с Log, которые пишут программы, которые там читаются, и немножко это понятие, как это сказать-то, смешивается вот с таким более часто употребимым, но в принципе Log это вот такая структура, которая только дописывается, да, соответственно, Transaction Log должна по сути говорить нам о том, что это такая структура, которая дописывается, информация там должна храниться, некоторая про транзакции. Теперь второе, что важно нам разобрать, да, сегодня для этого я даже буду использовать проектор как раз-таки, это такая аббревиатура, которая переводится как write ahead log. Ну, давайте я тогда выведу что-нибудь на, покажу, как на примере, что под этим понимается. Напоминаю, что мы сейчас разговариваем про ситуацию или просматриваем пример, как базы данных могут достигать или могут гарантировать атомарность и durability. На прошлой лекции я показывал кусочки кусочки своих докладов и там были котята и это были одни из моих первых рассказов. Здесь там на дальнем фоне ван-дам. Кто-то может разглядеть? Так что я немножко подзрослел. Итак, транзакшн-лог, да, ван-дам, это просто считаете юзер какой-то, да, допустим, он делает инсерт, какой-то посылает какой-то инсерт нашей базы данных, ну вот, в звездочках это просто номер действия, который будет нам показывать потом схемку. Что происходит? Это будет, конечно же, какой-то, так это работает конкретно в сикл-сервере, но в принципе, я потом покажу, в принципе, что может поменяться, а в большей степени ничего не поменяется, потому что это базовое, на самом деле, понимание. Очень абстрактное. Он делает инсерт, первое, что происходит, мы пишем старт транзакции наш транзакшн-лог, да, то есть просто куда-то забрасываем, что такая-то транзакция с номером там, который постоянно инкрементируется, началась. Точка наша. Приходит второй ван-дам, оранжевый в этом случае, первый был, голубой, не в смысле ван-дам, в смысле цвет. Вот, делает апдейт, какой-то, да, мы сразу же посылаем второе, то, что начинаем вторую транзакцию, да, и начинаем вычитывать страницы в наш кэш, да, то есть вот у нас всегда в базе данных есть какой-то кэш, который она пытается где-то хранить поближе, чем на диске, да, потому что с диска читать дорого, и если это странички есть большие, на самом деле, оптимизации, о том, как бы вот этот кэш был погорячее, в смысле погорячее, в контексте кэша обычно является то, что там данные были те, которые чаще используются, или те, которые потребуются, да, есть стратегии, потому как туда заранее данные положить, если мы можем предсказать о том, что данные нам понадобятся вот-вот дальше, дальше, но пока еще совсем не понадобились. Да, что происходит? Мы считали вот эти вот странички, и видно, возможно, но возможно не всем, что вот синенькие странички это вот для этого человечка, оранжевенькие вот для этого человечка, да, и считали их в кэш, и начали менять эти данные, но в первую очередь все наши изменения сбрасываются тоже в некоторый буфер, какое-то промежуточное хранение, оно тоже чаще всего в памяти, то есть мы даже сразу не сбрасываем изменения, там, не знаю, в транзакшн лог, а немножко храним их в памяти, чтобы побыстрее было, да, вот просто, и они там в перемешку, вот какие-то строчки здесь изменились, от синенького человечка, с какие-то, таражевенького здесь, что происходит дальше? Дальше первый ван дам говорит комит, да, вот он сделал insert, там что-то поделал, еще запустил комит, все, дальше все то, что у нас было в памяти, мы просто берем, и, что очень важно, последовательно пишем в транзакшн лог, просто так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, записали, более того, мы вот сюда записали даже те данные, которые вот здесь ван дамом вторым еще не были закомичены, просто все, что у нас было в буфере, да, и дальше финишнули транзакцию номер 9, бум, закончилось, транзакция, ну, в смысле, девятым шагом финишили транзакцию от ван дамом первого, эта транзакция еще не закончилась, но данные какие-то у нас уже есть в транзакшн логе, то есть, там будут данные, что вот такая вот строка, грубо говоря, изменилась с таких-то данных вот на такие-то, вот такая-то строка, такие-то были, такие-то появились, и вот так вот, для каждой строчки, вот такой вот весь лог накопили. Важно, что там будут данные про второго, да, что происходит, если мы сейчас падаем, просто выключается свет, когда свет включается, база поднимается, идет транзакшн лог, и начинают, как бы, постепенно его перебирать, перебирают, перебирают, думают, бум, у него встречается строчечки от второго, от оранженького, да, вот это все, вот это все, вот этот два квадратика, это все в оперативке, это мы все уже потеряли, считайте, мы перегрузились, все потеряли, теперь ему нужно как-то подняться, так, чтобы все было нормально, соответственно, вот эту транзакцию ему нужно откатить, а это должна просто существовать, да, на основном, как бы, а их еще, они есть только в логе, в транзакшн, вот здесь в файл тоже ничего не записалось еще, то есть только информация, только в логе существует, то есть в первую очередь мы как бы в лог все сбросили и поставили финиш транзакции, то есть сначала сбросили в лог, потом финишнули транзакцию, если бы мы упали до девятки, тоже как бы пришлось бы откатить все, мы пробегаемся по всем этим данным, понимаем, что строчечки, которые у нас как бы оранженки, для них нет финиша транзакции, ну все, ребятки, значит, это все как бы нужно откатывать, все нужно роллбэчить, и все, и в принципе, практически все на этом заканчивается, то есть я сюда уже, в принципе, понятно, как это все дальше работает, да, вот эти вот странички, которые вот здесь вот помечались в рам, в оперативочке, они, если бы у нас, ну, мы продолжаем работать, мы не упали, они помечаются специальным образом, как просто какие-то некоторые грязные, то есть в том смысле, что информация в оперативной памяти не совпадает с информацией на диске, и в тот момент, когда мы, там уже могло пройти, там, не знаю, 25 операций, когда там, не знаю, все что угодно могло произойти, это зависит от многих реализаций, но когда мы решили, что вот этот вот буфер, нужно какую-то поместить новую страничку туда, да, помню, напоминаем, что страница такая, это обычно там 4 или 8 килобайт, где могут быть много данных, да, то есть там не одна строчка лежит, а вот прям вот пачечка каких-то строк на, по какому-то там логическому принципу, это могут быть индексы, индексные странички, это могут быть странички из данных, которые лежат там, различного рода, в принципе, и вот тот момент, когда мы понимаем, что страничку по каким-то причинам нужно вытеснить, тогда она, как бы, напишется, уже сбросится все эти странички в файлы, такая долгая цепочка, но вкратце, что значит в write-ahead-log? Это значит, что сначала мы пишем в log, то есть все данные, которые, которые хранятся в базе данных, сначала пишутся в log, в этом случае они сначала еще пишутся как бы и в какую-то оперативную, ну, в оперативную память, чтобы побыстрее к ним работать, в принципе, он мог, мы могли их и сразу в transaction log писать, но это как бы детали в принципе реализации, уже немножко такой оптимизации, но сначала записали данные в log, и потом по этому log всегда можем восстановить данные, которые реально у нас лежат вот здесь, да, то есть поддерживая transaction log, в актуальном состоянии, мы всегда сможем откатиться либо восстановиться до какой-то точки. Теперь дальше. Какие из этого следуют свойства, да, ну вот именно это является одним из решений, одним из возможных решений по тому, как можно контролировать AID, но на этом в принципе строятся и другие возможные вариации. Кто знает, что такое репликация? Репликация это процесс, который каким-то образом синхронизирует базы данных, которые находятся где-то распределенно, да, их много, в принципе, существует различных, но одним из возможных вариантов реализации репликации является как раз вариант, когда вы вешаете вот сюда какой-то процессик, который мониторит транзакшн-лог ваш и пересылает его на приемник, да, на другие, на другие серваки. Да, что это обрастает всякими там брокерами, там, не знаю, сабскрибшами, паблишами, там, все системы, системы очень, и это может быть различным, но, в принципе, механизм абстрактный, простой, да, он там этот транзакшн-лог мониторит последовательно и потом дистрибьютит на остальные ноды так, чтобы там транзакшн-лог поднимался и восстанавливались данные. Один из это, один из вариантов реализации репликации. Что здесь происходит, да, ситуация, когда, то есть, придумано несколько абстракций, одна из которых грязные страницы, да, которые, как бы, мы держим в оперативной памяти и потом, как бы, по одной страничке и доступаемся изначально к ним, да, то есть, понятно, что если придет запрос любой, он сначала сюда пойдет, да, не сюда, на самом деле, то есть, он пойдет сюда, возьмет грязную страницу, если она здесь есть, если ее здесь нет, он либо сюда ее загрузит с диска, либо просто пойдет на диск, это уже, как бы, детали, на самом деле, но главное, что он здесь сначала должен проверить, иначе, если он пойдет сюда сразу, он, как бы, получит неактуальные данные, все, а для пользователя все эти абстракции не должны никак влиять, он всегда должен, ну, работать с этими данными, то есть, у нас может быть процесс, когда мы уже закоммитили, закоммитили обе транзакции, да, но данные на дисках у нас никак не отразились, да, они вот здесь где-то лежат у нас все, но пользователю это не должно волновать, да, его должно волновать только то, что его данные, в принципе, туда когда-то попадут, и обязательно они в этот момент на диске существуют, поэтому часто будете встречать, ну, не то чтобы часто, но, в принципе, в write-ahead lock это очень частая практика по этому, по такому подходу, есть другой подход, который я на самом деле не знаю, где он используется, но потенциально возможно, другая ситуация, ситуация заключается так, что мы при любом, ну, абстрактно, любом там изменении не пишем грязные страницы, а пишем всегда новую страничку, пишем новую страничку в новом каком-то месте, вот мы ее написали, и потом в момент коммита мы просто пересоединяем все ссылки на эту страничку на новую, да, то есть, как бы просто старая, она просто перестает для нас существовать, с ней ничего не связано, понятно? Абстрактно? Непонятно, да? Но базовая идея здесь какая заключается, да, вот мы как бы взяли и написали вот сюда, и потом отсюда можем восстановить сюда, а там, это вроде называется фантомная страница, как-то так, не помню, как она называется, этот подход, но заключается он в том, что вот здесь в инсерте мы напишем новую версию, допустим, страницы P2, если мы хотим ее поменять, новую, рядышком, взяли и написали ее, где-то вот здесь на диске, бам-бам, написали, а потом у нас есть страницы, которые как-то связаны с P2, ну, как-то там, ну, так же говоря, в базе данных известно, что на этой страничке P2 лежат данные вот от этой таблички, да, и вот в момент коммита мы просто возьмем и как бы возьмем и ссылочки перебросим на новую, ну, если вы представляете себе линейный список, да, как это можно делать, вы готовите новый элемент, то есть какой у вас может быть вариант, вы, то есть, ну, если так абстрактно совсем говорить, вы берете, заходите в элемент в какой-то и обновляете все его поля, как бы, да, in place, или одно поле, in place, при этом, как бы связи вы не перебрасываете, да, просто взяли, обновили какое-то поле, это вот ближе вот к такому подходу, а другой вариант, это когда вы взяли, подготовили новый элемент в этом линейном списке, а потом взяли, на какой-то момент раз, и перебросили ссылки на него и с него, и в этот момент старый, как бы, он просто, ну, потом его там кто-нибудь сборщик мусора соберет и так далее, вторая идея вот такая, но это к чему? К тому, что, в принципе, могут быть различные варианты решения одной типичной задачи, а этот наиболее популярен, но не единственный, да, в рамках реализационных базе он действительно самый популярный, все, сегодня вам, наверное, больше ничего рассказывать не буду, давайте так, вопросы какие-нибудь у нас есть, понятно, как это работает, потому что я готов рассказать еще раз, если никому это не понятно, ну, потому что, да, Миша, он на десятке записывает файл, то есть, да, он на десятке, десятка, когда случается десятка? Нет, если между девяткой и десяткой выпадет пад, давай откатимся, вот здесь, все, у нас есть данные в транзакшн логе, это значит, что мы пошли вот здесь вот и начали проверять, что если, у нас в принципе все данные, чтобы подняться, есть, существуют уже в транзакшн логе, он начинает проверять, когда поднимается, ага, это закомиченная транзакция, но ее нет вот здесь, в данных файлах, и он ее сбросит тогда сюда, синхронизует это при подъеме или при любом другом случае, когда у нее получится. Главное, что у него вся информация, в транзакшн логе, да, у него есть с какого значения он поменялся и на какое значение он поменялся, это принципиально, то есть, если придумать такую, ну, если попытаться придумать эту табличку, транзакшн лог, это скорее всего там табличка, она должна выглядеть так, в первую очередь это LSN, да, это я даже, это в общем номер транзакции наш, так, да, потом у нас должна быть какой-то транзакшн ID, транзакшн ID, потом какой-нибудь там table name, потом какой-нибудь column, потом old, потом old, new, ну, как-то так я это себе вижу, то есть, понятно, что она там обрастает еще какими-то дополнительными служебными штуками, но, в принципе, здесь у нас будет каждая команда просто пронумерована, здесь у нас будет номер транзакции, в который это там проступает, там, да, транзакция от первого человечка для одного, здесь будет там номер, название таблички, в которой он там происходит, ну, понятно, это будет ID, таблички, там, неважно, здесь колонка какая-то, скорее всего, еще будет какой-нибудь масочка, чтобы мы поняли, какая колоночка изменилась, допустим, или если здесь несколько колонок, там, ну, неважно, здесь будет старое значение и новое значение, да, вот такой вот, допустим, такая простая табличка, которая пишется в идонный режиме, позволит нам потом ее отсканить от какого-то точки, там, не знаю, у нас будет, всегда есть процесс, который делает так называемый сейфпоинт, тогда, когда мы, как бы, типа, ставим какой-то значок, что, грубо говоря, после LSN, это просто номер какой-то, там, не знаю, строчки наши, гипотетически, что после номера, там, не знаю, 115, у нас, типа, все синхронизировано, да, и вот мы упали, мы берем этот LSN, наш, там, не знаю, номер нашего последнего LSN, и начинаем просто планомерно все, что после него больше 115 проверять, да, вот там находить, что, ага, была такая транзакция, был для нее старт, был для нее финиш, да, то есть нам нужно, по крайней мере, тогда еще какой-то экшен, какой-то экшен добавить сюда, но это тоже непринципиально, в принципе, да, был ли у нее старт, был ли у нее финиш, был ли там сейфпоинт после нее, да, то есть если данные на диске, если сейфпоинта не было, какого-то сброса, то, скорее всего, мне нужно сейчас сделать этот сейфпоинт, чтобы туда их перебросить как-то, и сохранить это, это понятно? Примерно, да, хотя, как это работает? Есть вопросы еще? То есть если мы упали на восьмерке, например, и в логе у нас ничего нет, то, соответственно, изменений не будет? Да, даже если у тебя в логе есть что-то, но ты не поставил финиш транзакции, то считаешь, что нет у тебя ничего, понимаешь, то есть должен быть флаг, что вот, грубо говоря, как только ты поставил в транзакшн лог, сбросил, что ты действительно коммитнул, то все, еще нет. Да. То есть если мы упали, смотрим в транзакшн лог, и там есть какие-то транзакции не закомиченные еще, то мы с ними ничего не делаем? Мы, ну, мы можем их удалить, да, скорее всего, мы ничего с ними не делаем, потому что они вот сюда никак не попали, у нас не просочились. В принципе, если мы падаем, ну, например, восьмеркой девяткой, то Ван Дамм думает, что он сделал транзакцию, а на самом деле он ее не сделал. Ван Дамм какой? Да любой. В смысле, не, вот здесь? После восьмерки? Ну да. А вот этот коммит как бы не закончился еще. Ну и рыжий, соответственно, тоже там. Рыжий тоже, да, конечно. Для него еще ничего не произошло, то есть они еще в режиме, когда, грубо говоря, ну вот, просто вот 7,8 это можно считать, ну, то есть он послал коммит, вот здесь мы упали, да, или даже вот здесь мы упали, но еще не пришел окно лишь, что мы как бы коммитнули. То есть ему еще, то есть ему еще ответ не пришел с сервера, то есть он может, вот как бы, вот в этот момент у него все выключилось, и он только получил, что ваше, не знаю, соединение было разорвано. То есть это же какая-то операция, которая требует все-таки какого-то определенного респонса и времени. понятна. Смотрите. Значит, мы крат вкратце разобрали, как может контролироваться атомарность и durability. Consistency, говорю, чаще всего выходит за сковую базу данных, и для меня это свойство просто, не знаю, не очень я к нему как бы отношусь как к важному. Возможно, пока чего-то не понял в этом. Надо почитать еще теорию. Но вот изолейшн, это прям вот считается такая прям вот важная тема. Я помню, когда я только начинал работать, практиковался вопрос такого рода у нас, ну, как это вот когда-то приходил уже человек довольно опытный, ему говорили, ну, расскажите все, что вы знаете про блокировки. Ну, и там уже через 5 минут было понятно, что человек претендует на самом деле, насколько его уровень знаний действительно компетентен, да? Что такое изоляция, изоляция? Идея очень простая. У вас есть параллельный процесс, ну, то есть много параллельных процессов, но хватит для демонстрации двух, которые каким-то образом работают сами по себе. Но работают они на самом деле с расшаренным каким-то ресурсом, с базой базой данных, с таблицами, с одними и теми же, данные могут одни и те же, менять, селектить, делать что-то с ними. Им нужно как-то договориться о том, что, как они относятся к действиям, которые происходят в каком-то параллельном потоке, да? В какой-то, в каком-то, параллельном, какой-то другой человек, как делает. Базовый принцип изоляции говорит то, что все действия должны быть изолированы. Да, мы попробуем разобраться, возможно ли это или нет вообще, чтобы настолько защитить пользователя, чтобы он ничего не видел из других людей. Так, да. Первое, что мы поговорим, первое, что возникает, все понимают, что если, ну вот представьте себе, если у вас есть N людей, и эти, каждый из них начинает обновлять какую-то общую таблицу, допустим, просто даже добавлять туда кого-то, что-то, какую-то новую строчку. И у вас есть процесс, который там, не знаю, считает количество и пытается добавить туда еще одну строчку, если он там больше у кого-то числа. Ну, очень просто, вы заказываете билеты в авиакомпании. Да, и вы можете заказать билеты только тогда, пока у вас хватает мест в самолете. Хотя есть овербукинг, да, и недавно была очень как бы интересная история про это. Знаешь, что такое овербукинг? Нужно билеты продаваться больше. Да, да, то есть в авиакомпании в принципе во многих является практикой продавать на какое-то количество билетов больше, чем в принципе самолет может полететь, потому что считается, что какие-то люди все равно не придут. Да, и вот недавно там с какой-то американской компанией была ситуация, когда все пришли, и надо было кого-то выгонять. Там люди человека прям наносили, ну, то есть реально вырывали. Вот, ну, о чем я говорю? В любом случае вам нужен какой-то контроль того, что вы купили билет и то, что вы можете еще купить билет. Да, вот если у вас 20 человек его заказывают, этот билет, и у вас осталось одно место в самолете, нужно как-то это порешать. Да, либо вы их все будете последовательно делать, но тогда у вас упадет какая-то скорость, да, то есть вы их просто будете запускать через один пайплайн, да, то есть через одну такую струю, и у вас как бы все билеты будут заказывать по очереди, да, вот так. Тогда вы эту проблему, конечно же, решите, потому что на самом деле у вас только один билет может заказываться в один момент времени, но это дорого, ну, в том смысле, что это как бы просто и дешево сделать, но кажется тогда, что в обычной ситуации люди будут медленнее заказывать билеты, а это принципиально возможно важно, то есть там не знаю, чтобы была эта скорость, поэтому нужно как-то договариваться, да, и вот в этом как раз эти уровни, и поэтому именно, что существуют разные ситуации, существуют разные уровни изоляции, да, давайте напишем их, давайте попробуем здесь, первые разные бывают названия, но смысл чаще всего один, да, и более того, не все СОБД поддерживают все уровни, и разные, так, ладно, первое, самое простое, это read uncommitted, это в принципе название говорит само за себя, и значит, оно следующее, транзакция, которая объявлена с таким уровнем изоляции может считать любые данные в принципе, даже если это данные не были закомечены в другой транзакции. Давайте я вам что-нибудь напишу, да, вот у нас есть здесь transaction1, допустим, и здесь transaction2, и я делаю вот здесь вот так вот insert into a, ну и там какой-нибудь value, 1 там, да, в колонку a, а вот здесь делаю select, fromt, да, а я могу там, не знаю, допустим, ну там, не знаю, для кого-то пользователя, который будет называться, который будет называться Сергей, а буду, я ему буду, нет, insert плохая, я буду делать апдейт его зарплаты, да, я буду так вот, мне это интереснее почему-то стало, я буду делать апдейт, апдейт там, employee какой-нибудь, employee, set, salary, плюс, равно там, ну сколько, сколько добавим миллион, миллион, 10, мне не разошлись, ладно, давайте возьмем, давайте тысячу добавим мне, хотя бы, нет, тысячу мало, я не замечу, 10 тысяч, хотя бы, да, where, name, ну допустим, оп, и делает это там, там, вот здесь, вот мой начальник, такой, и я такой тут захожу, в систему, не знаю, отчетности, и проверяю свою зарплату, и ситуация прям вот прозрачная, мне кажется, да, то есть, если вот здесь вот, по каким-то причинам, дальше код понимает, что, допустим, тут написано, ну там, не знаю, если, если, зарплата Сереги уже, 10 тысяч, то добавлять ему еще 10, нельзя, слишком много будет, да, и мы тут делаем дальше, роллбэк, а я тут такой уже посмотрел, что у меня 20, уже обрадовался такой, думаю, ну все, позвонил супруге, сказал, идем в кино сегодня, все, как бы, прихожу, и там десятка опять, ну не надо как-то разбираться с начальником, да, после этого захожу, опять, там десятка, ну думаю, блин, как так-то, ну было аж только 20, то есть у меня, я прям расстроился, понимаете, я жил все время с десяткой, спокойно, а здесь, когда у меня был момент, когда у меня было 20, а потом опять 10, я уже чувствую себя некомфортно после этого, я считаю, что 10 тысяч у меня отняли, вот, поэтому в этой ситуации читать незакомиченные данные, вот работать с ритинг-коммитинг, ну прям вот, не очень хорошо, да, получается, как-то, вот может, указным последствием ввести, да, вот очень простой, да, это называется, эффект, который происходит здесь у нас, называется грязное чтение, да, то есть я прочитал какие-то грязные данные, которые на самом деле еще коммиту не были подвержены, то есть, в принципе, это не мое дело было их читать, да, вот эти данные, которые реально еще, ну можно сказать, какие-то неокончательные, в каком-то виде, ритинг-коммитинг, второй, рит, ритинг-коммитинг, с ним тоже связан, конечно же, определенно, то есть, как бы, уровень этот, он наиболее, то есть, не наиболее, а он как бы вышечным, рит-коммитинг, соответственно, если я поставлю здесь просто рит-коммитинг, то я прочитаю свою десятку постоянно, да, буду ее читать, потому что эти данные никогда не были закоммичены, но существуют другие, какое может быть другое следствие, кто может подсказать мне? не повторяющиеся чечения, что это значит? да, допустим, я делаю так, здесь делаю апдейт, зря я это сделал, да, вот апдейт опять моей зарплаты, всегда будем ее апдейтить, я думаю, что вселенная меня услышит, наращиваем ее, надо на большее количество нулей наращивать, ладно, может она подумает, что я обнаглел, тогда не будем наглеть, где 1 равен, ну там, 1, будем считать это я, апдейтим, да, мои, и коммитим, это все, а здесь делаем логику какую-нибудь такого рода, что здесь селектим мою зарплату, и вот здесь еще раз селектим, ну и понятно, что мы работаем сейчас под read committed, и если у нас на это завязана какая-то логика, то изменения произойдут вот в этот момент, и в этот момент мы получим десятку, а в этот двадцатку, да, если мы, допустим, считаем какую-нибудь какую-нибудь отчетность, не знаю, какую-нибудь разную отчетность, то в этот момент, допустим, мы считаем, не знаю, сумму, вот здесь мы посчитали сумму каких-нибудь всех зарплат в отделе, а здесь сумму всех зарплат в компании, то у нас эти суммы не совпадут, да, потому что здесь мне уже превысили, ну, мне уже что-то там нарастили, да, то есть мы то, что один раз прочитали, мы позволили обновить то, что мы один раз прочитали, и есть ситуации, когда это не очень хорошо, понятно. Следующий уровень называется Repeatable Read. Так, здесь у нас неповторяющиеся чтения. Понятно, что неповторяющиеся чтения точно так же есть и в Little Committed. Да, то есть вот в Little Committed можно вот так сделать. Точно так же, потому что никто, ну, будет то же самое, да, то есть этот эффект будет распространяться и на более, как бы, младшие уровни, да, то есть, как бы, Repeatable Read. Можно еще раз повторяющиеся чтения, в чем проблема? Ну, посмотрели мы сначала раз. Это все в одной транзакции происходит, да, вот тут как бы, это все, вот это все в рамках одной транзакции. Мы хотим, чтобы наши все действия, они были согласованы. Понимаешь, да, чтобы мы выдали отчетность, какую-то, допустим, которая бы соответствовала друг другу. Иначе ты в одной колонке получишь одно число, а в другой колонке другое число. А потом тебе чувак скажет, слушай, ну, как так-то? Здесь в сумме 5, а здесь в сумме 6. Как бы у тебя где-то косяк, ты как бы, ну, вообще ничего не понимаешь, обидится. Вот, repeatable, repeatable, как я пишу, вообще ужас, это же B. Repeatable read. Repeatable read говорит о том, нам, это уровень транзакции, который говорит, что если вы когда-то что-то вот здесь прочитали, то вот это вы здесь тоже самое прочитаете. Вот этот запрос, он будет ждать. Он будет выполняться вот здесь. И в этом случае нас-то спасет. Что может произойти плохого? как? Да, правильно. Если в этот момент произойдет insert, вот сюда, да, то мы, как здесь это прочитали, не знаю, 10 строк, здесь мы прочтем 11. Понятно? Поэтому, если у нас будет ошибка вот в тех же суммах, мы все так же будем получать в одном месте 5, в другом 6. Понял, Игорь? Да. Здесь insert. То есть с апдейтом проблему решим, как бы не дадим апдейтить то, что вот здесь, то, что вот здесь, будем получать insert. Но, как бы, блин, и repeatable read нам здесь уже не поможет, да? Ну, давайте я как-нибудь напишу, может попрозрачнее, чтобы здесь была какая-то сумма. Да, то есть в рамках каких-то сумм, каких-то агрегаций нам нужно что гарантировать? Так, repeatable read, это называется фантомное чтение, да? Или просто фантомы, фантомное чтение, все вот про это, что есть записи, а потом их нет. и есть самый жесткий, самый жесткий режим, который называется чаще всего serializable. Он, как бы, вообще говорит жестко, что если я вот здесь что-то прочитал, то я вот по вот этому ключу, да, вот по этому фильтру не дам ни вставить, ни обновить ничего. Да, вот прям очень жестко, то есть вот он прям накладывает огромное ограничение, то есть что произойдет, если мы вот этой транзакции выставим serializable, она началась раньше работать, что будет, что произойдет с нашими вот этими штуками? Вот наш insert вот сюда улетит. Да, они все будут выстраиваться последовательно после этой операции. И понятно, на самом деле, здесь уже как бы ничего нет, здесь как бы вроде бы все хорошо, как мне кажется. То есть вот serializable, это вот прям вот самый топ в изоляции, это значит, что он как раз и гарантирует то, что если вы там что-то зачитали, вы зачитаете это еще раз, ни больше, ни меньше, ровно столько же, то есть вы будете полностью изолированы. Но это прям дорого. И дорого это и в плане накладных расходов, и в плане производительности. Потому что есть операции, когда в принципе я могу себе позволить и грязное чтение. Да? Когда, ну, мне не принципиально там 5 или 6, мне нужно в принципе знать сколько. Все базы данных по дефолту, слово все неправильно, вдруг кто-нибудь скажет какое-нибудь присуществует еще жесткое, другая, я не знаю, они работают в read committed. То есть понимаем, что дефолтные, то есть не то чтобы они работают, они могут работать скорее всего в разных уровнях изоляции. Дефолтным уровнем изоляции, когда вы начинаете транзакцию, является read committed. Это значит, что вы будете читать по крайней мере все закомиченные данные. Repeatable, если вам нужно больше, вам нужно возвести больше. Repeatable, uncommitted на самом деле может приводить к ситуации, когда вы будете считывать одну и ту же строку дважды даже. Да, то есть вы будете считывать как бы ее предыдущую версию и новую, которая еще не успела обновиться. То есть потенциально это может происходить в разных там движках. Да, но просто он как бы он говорит вам о том, что, ребят, ну вы там будете читать что-то, что наиболее близкое к тому, что есть в базе, но в принципе никаких гарантий больших я вам дать не могу, что это актуальные данные на текущий момент. Что важно понимать? Важно понимать, что ни одна там база не может, ну опять же нельзя, но в общем большинство баз не могут позволить себе работать в serializable транзакции, потому что на самом деле это значит, что все транзакции будут работать последовательно. Ну не все, а транзакции, которые работают с одними и теми же ресурсами, вы будете выстраивать их последовательно через один pipeline вот этих вот фильтров, да. То есть, скорее всего они как-то будут работать с одними и теми же данными и будут работать последовательно. А теперь мы попытаемся понять, а как же все это вообще живет, да. То есть, как это все, вот то, что вот здесь мы нарисовали, как это все работает с точки зрения базы данных. Понятно, что могут быть разные реализации, поэтому мы будем как бы в общем со всех базовых принципов говорить, что будет происходить. Вот, допустим, представьте, самый простой способ контролирования уровня транзакции пессимистический, так называемый, пессимистические блокировки. Нам нужно каким-то образом помечать те строки, которые зачитались в той или иной транзакции, чтобы не давать их изменять. И обычно существует два главных типа этих блокировок. Вот будем считать, что R это у нас блокировочка на чтение, что мы зачитали, а в write это блокировочка на запись. Все элементарно. Можно представлять себе, что рядом со строкой, в строке, в дополнительных структурах, в каких-то, в принципе, это не важно, хоть есть, не знаю, служебное поле в каждой строке, есть какой-то атрибутик блокировки, да, который вот указывает, как она блокирована. Тогда что делает read committed, если мы пишем select? Да, если мы написали select какой-то from table, не знаю, vid равно 3. если мы работаем под read and committed, то в принципе select ничего не делает. Вот все, что есть в табличке в каком-то там состоянии, какие там у строк есть блокировки, да, давайте представим какую-нибудь табличку, да, вот так. Вот у нее есть, допустим, поле id, есть поле value, и вот есть здесь поле такой служебный B со звездочкой, со звездочкой, потому что оно не обязательно вообще в этой таблице находится, да, оно может служить в каких-то служебных структурах, оптимизированные там на какие-нибудь поиски блокировок или еще что-то, но может и в этой таблице, неважно, да, вот у нас есть здесь строчка 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, и будем считать, что вот здесь, допустим, стоит V, здесь R, и я читаю, давайте будем читать какому-нибудь просто вот без V, вот так вот зачитываю пока, я просто игнорирую все блокировки, выдаю все, что есть, отдалось, read committed, да, read committed, я, значит, что могу прочитать, ваше мнение, нет, все, да, потому что вторая в каком-то непонятном состоянии у меня сейчас находится, да, то есть ее кто-то там меняет, и этот процесс еще не закончился, да, то есть это значит, что существует транзакция какая-то вида update, update t vd равен 2, она еще не закончилась, да, у нее здесь вот она началась там, там, или здесь, begin у нее есть там транзакция, и она еще где-то вот тут, где-то вот, где-то вот здесь, или где-то вот здесь, не важно, зависимости от ситуации, где-то вот здесь он поставил, что я эту строку меняю, если я написал вот так, то related committed мне так это отдаст, если я написал related committed vd равен 2, как это будет работать, запрос, если у меня вот это, как бы, это транзакция 1, это транзакция 2, что будет с ним происходить? Подождет, правильно, related committed он будет ждать, то есть он будет на самом деле пытаться поставить сюда буковку r, я хочу это прочитать, r не совместимо с v, да, то есть он не сможет, если я, допустим, буду читать вот так, 4, что произойдет? Прочитает, а? Вернет, почитает, потому что, в принципе, читатели не блокируют читателей, да, то есть если кто-то читает строчку 4, то, в принципе, меня это никак не волнует, если моя транзакция здесь в апдейт, то есть вот она, последовательность вот такая, сначала это первое работает, то я ставлю, нет, давайте на 4 тогда изменим, вот так, 4, бам, и здесь 4, ну, или тут как бы, вот так вот, id in 2, 4 напишем, да, то что происходит, вот у меня есть, у меня есть блокировочка R в четвертой строке, которая как бы, получилась из-за этого селекта, да, и этот апдейт пытается обновить две строки, 2 и 4, вот двоечку он захватил, да, поставил, я ее обновляю, а четверку не может, потому что этот начал ее раньше читать, потому что он не может гарантировать, что процесс чтения как бы закончился уже на данный момент, поэтому он будет ждать, да, в этот момент, вот этот апдейт будет ждать, то есть он будет, он выставится вот сюда, да, когда вот этот вот селект закончится, то все произойдет, теперь дальше, это сред-коммитит было, понятно это? Есть вопросы? Контр-примеры, там это не работает, нету? Жалко. Так, репитабл рид, что значит репитабл рид? Очень просто, если у вас есть транзакция, которая началась вот здесь, и вы вот здесь прочитали, селект 5, то ваша буковка R пропадет только после того, как все команды в транзакции закончатся, либо коммитнутся, либо роллбэкнутся. то есть буква R будет держаться до того момента, как вся транзакция закончится. Что это не позволит сделать? Это не позволит вот этому апдейту, который там, допустим, обновляет ту же строчку 5, да, вообще запуститься, пока все команды здесь не отработают. В чем принципиальное отличие от рид коммитет? Если эта транзакция запущена под рид коммитет, то пятерка у меня появится только в момент, когда я читаю. И вот здесь, когда я буду читать четверку, R уже снимется. И это позволит обновить, вот здесь, вот запустить этот апдейт. Да, ну и, соответственно, приведет к возможному эффекту, там, не знаю, неповторяющегося чтения, да? Понятно. В репитабл рид блокировка будет держаться до конца, до самого конца вот этой транзакции. И теперь самый сложный путь сериалайзабл. Да, то есть понятно, что рид ин коммитет, как бы, просто не проверяем никакие блокировки. Рид коммитет заключается в том, что блокировка ставится только в момент выполнения запроса и не держится после этого запроса. Репитабл рид говорит о том, что блокировка, которую ты брал на чтение, то есть те записи, которые ты прочитал, хотя бы раз, ты всегда на них поставишь буковку R. Да? Как работать сериалайзабл? Кто-нибудь может предположить, кроме Миши? С помощью R и V. У нас, если мы идем, то либо R, либо V. Ну смотри, грубо говоря, смотри, в чем проблема сериалайзабл? Нам нужно избежать, вот у нас был запрос такого вида, VID допустим VID меньше 7. Да? А здесь insert идет. Insert ID Ну там, короче, ID values 7. Да? Что нам нужно, как должна повести себя сериалайзабл транзакция? Кто-нибудь? А ну здесь еще много-много-много-много команд, 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 вот очень долго. Когда вот этот insert должен выполниться? Сериалайзабл транзакции. Когда первая транзакция выполнится полностью. Когда, ну да, вот эта вторая. Вот здесь, да? Теперь давайте придумать, как это вообще можно осуществить? Лог на таблицу. Жесткий лог на всю таблицу. Ну да. А только на тех, которые помечены R или V. Не поможет. Не поможет. Не поможет. Если ты даже... Ну, то есть, грубо говоря, у тебя сейчас вообще не на что поставить лог. У тебя нет этой строки. Понимаешь? Мы не можем просканировать заранее запрос? И что? Какие изменения мы будем или рассмотреть? Да, но тебе нужно, смотри, еще раз, ты можешь хоть что сделать. Придумать любой алгоритм. Но тебе нужно каким-то образом сказать, что запрос вот insert с семеркой не пройдет. А вот insert с восьмеркой желательно. желательно, чтобы он вот здесь прошел, потому что он, в принципе, тебя не волнует. Идея такая. Понятная идея, да? В смысле, а у нас раньше до этого... Кстати, семерка не пройдет, здесь шестерка должна быть. Да. Если кто-то читал, кто-то может субстать? кто-то читал... Подожди, давай, в каком уровне изоляции мы работаем? До этого, в других уровнях. В репитабл... Нет, в каких других? Допустим, во втором риткоммитии. Хорошо, в риткоммитии что происходит? Если, грубо говоря, читатель вытесняет, нет, писатель вытесняет, никто никого не вытесняет, все просто ждут. Здесь, мы в Санкт-Петербурге, здесь как бы культурные люди, никто никого не толкает и не говорит, что он важнее другого, просто встают в очередь и ждут. Это называется блокировка. Ты захватил блокировку, ты как бы... Я туда приду, когда ты ее снимешь. Я не важнее тебя и все. Ничего личного между нами. Я просто первый был. Так, итак, вернемся к... Ну, в блокировках так, кто первый захватил, тот ее и захватил. Иначе как? Иначе никогда этот процесс не выстроить просто. Итак, теперь вот к этому вопросу, если вернемся. Каким образом это сделать? Была идея очень простая. Берем и блочим всю таблицу на вставку. Правильно, Никит? Да. Молодец, отвлекся. Еще удивился, что я знаю твои имя, наверное. Можно, но тогда insert 8 не пройдет. Ну, то есть, как бы в этом случае и этот не попадет, да? То есть, нам нужно как-то он должен. Мы его здесь не читали. Да. А почему вот, когда у нас первый select, первая транзакция с этим select, у всех айтишников меньше семерки выставится рик? Правильно? Да. И мы не сможем у них ничего записать. Да. Апдейтнуть их не сможешь. Да. Ну, апдейт этой записи сделать не сможешь. Валю ему там проставить какое-то новое, допустим. Не сможешь. Вставить сможешь. Понял? Да. То есть, апдейт, все, апдейт блокнулся. Мы всем им проставим буковку R, там, все. Любые апдейты придут и будут ждать, и это будет вести себя как repeatable read. Да, но любой insert придет и вставит спокойно, потому что ему ну ничего не мешает. Что делаем? Запоминать может какие-нибудь данные без второй транзакции. Запоминать данные. я просто, да, нужно что-то запоминать, да, просто какая, что нам нужно запоминать? В данном случае ID. В данном случае ID. А если у нас понимаешь, этого ID даже здесь не существует еще. Его нет. Здесь может быть там любая дата, любая там что-нибудь еще какая-нибудь фигня. Если мы вставляем, то мы блокируем как есть там R, а если читаем, то когда блокируем есть там чтение. Еще раз. Тебя нет чего даже блокировать сейчас еще. У тебя не существует ресурса, который ты можешь заблокировать. Он только возможно придет к тебе и все испортит. но нам нужно каким-то образом что-то нужно сделать. Вы представьте себя всегда в такой ситуации на уровне инженера, который решает техническую задачу. У вас техническая задача конкретная, реальная, абсолютно спокойная. Вам нужно как-то блокировать писателей, которые вставляют данные, которые уже как будто бы посчитаны. вы уже их как будто бы учли. Вот нужно решить такой кейс. Что бы вы предложили, если бы вы забыли про базу данных, забыли про все, у вас новая задача, как бы вы ее решали? Ну? Можно оставить с локом какой-то столбец, или там значение должны приставки проверяться? Давай, предложи выйти доске, предложи какую, не знаю, что мы должны сохранять, чтобы это работало. Давай, Никита, сделай действие, предложи что-нибудь. То есть задачка-то она как бы грубо говоря не бог есть какая сложная, но надо что-то сделать. прочитали айдишники. Мы прочитали айдишники, да. У нас есть какая-то еще например, еще какой-то столбец, в котором сказано, что этот столбец, он как бы уже прочитан до какого-то значения. Что сохраним? Давай, просто что мы сохраним? Куда сохраним? Диапазон. Как сохраним? Ну, написать диапазон в каждой из этих ячеек, наверное, бессмысленно выглядит. Кажется. Но нам нужно действительно диапазон. И нам нужно действительно это ID. ID. Да? Ну, все, да, конечно. Ну, то есть, ответ такой, конечно. Нам нужно в рамках такой структуры никак. Ответ никак. Да, то есть, такую задачку не решить, если просто хранить что в строках. Нужно хранить что-то еще. Нужно действительно хранить диапазон ключей, который был там засчитан возможно. и на весь этот диапазон ставить блокировку. Давай. То есть, нужно просто, грубо говоря, такие блокировки, ну, они называются по-разному, но вот у них есть еще название такой range. Да, range блокировки, в котором у нас будет, там, не знаю, поле названия и range. Да, в рамках фильтра это будет минус 7. Ну, все, где везде храним где ID минус 7, в рамках структуры хранения он просто проставит, как-нибудь поймет, что он семерку будет вставлять, там, не знаю, куда-то вот сюда и поставит, что вот сюда, ну, там, физически вставлять, как бы, нельзя в этот range. И только так достигается сериалайзер транзакция. И идея моя заключается в том, что это прям дорого. Все должны это представлять, что это дорого. то есть любая вставка, которая потом приходит, она должна вот там себя определенным образом вести, да, ты должен сохранять это все и так далее. но в принципе базовая идея, я думаю, ясна, должна быть всем после сегодняшнего дня, если не была ясна до этого, если кто-то об этом не знал, гипотетически я допускаю это, что пессимистический способ обеспечения работы уровней изоляции заключается в выставлении тех или иных блокировок. Да, и эти блокировки могут быть различного, различное время держаться, да, на различное время ставиться, как в ридкоммите, да, на всю транзакцию либо на только на команду и на различные другие объекты, а не только на строчку. Есть действительно блокировки и уровня таблиц заключаются, да, то есть у нас есть блокировки одной строчки, есть блокировки какого-то рейнджа ключей, есть блокировки всей таблицы, допустим, которые могут происходить, когда системы, ну, допустим, база данных понимает, что ты обновляешь прям в этой табличке прям все. Ну, тогда ей просто проще взять и написать новую табличку последовательно, быстро, чем там как-то in place что-то обдейить. И он берет, и, допустим, ей, чуваки, никто вообще не может читать отсюда таблички, пока ее меняю. Поставит блокировку на всю табличку, сделает эту задачку и все будут ждать. В чем принципиальное вообще свойство такого способа решения? Оно заключается на том, что мы, когда как бы, то есть мы выстраиваем все эти команды последовательно, да, друг за дружкой. Мы верим в то, мы как бы пессимистически подходим к ситуации и верим в то, что на самом деле довольно редки, да, когда вот такое может происходить. Вот. Это... А можно по конкретной базе например провести какие используют топки? Так, я знаю, допустим, что SQL сервер работает, может работать в обоих системах. Знаю, что Postgres это если не ошибаюсь версионник. Хотя у него тоже есть блокировки. Oracle не знаю, у него есть точно блокировки, умеет ли он работать в двух режимах, не знаю. Ну, вообще, в принципе, это все довольно просто проверяется, читается и все. То есть здесь нужно просто знать все базовые алгоритмы проверять. Вот. Итак, ребят, смотрите. Это было очень долго, но я думаю полезно про вот все, что касается буковки A и про изолейшн. В принципе, про обновление как бы больше и нечего говорить с моей точки зрения. Единственным важным моментом по моему мнению является только то, что то, что ускорит ваши селекты, замедлит любые изменения. То, что будет ускорять вашу ставку, скорее всего замедлит ваши селекты. В любом случае. И выхода здесь нет, и это вообще в принципе базовый такой баланс, который должен соблюдаться. И здесь еще один важный фактор, который здесь был виден с блокировками, это общая пропускная способность. То есть, насколько параллельно может ваша работать система, насколько она может выдерживать многое количества людей, которые одновременно что-то с ней делают. вот, а с инсертом именно так, к инсертом и апдейтом нужно с точки зрения производительности и с точки зрения всего относиться как к селектам. Чаще всего основной план выполнения это выполнить селект из него и потом уже про что рассказывать. А, вот, что мы еще не рассказали, можно немножко углубиться еще немножко дальше. Чуть-чуть. Вот в блокираторах стандартная проблема это дедлоки. Да, мы уже закончим скоро. Я думаю. И разойдемся тогда уже. И чтобы без перерыва. Смотрите, в блокираторах основная проблема это дедлоки. Дедлоки чаще всего как случаются. Самый простой пример это когда вы захватили ресурсы в разном порядке в обоих транзакциях. Да? Ну, то есть первая транзакция обновила одну строчку, эта зачитала вторую строчку. Потом вы пытаетесь вот здесь обновить вот эту строчку, которая зачитала, а вот здесь вторую. И они обе ждут друг дружку. Дедлок. Чаще всего просто есть менеджер дедлоков, который поймет, что они две транзакции ждут друг дружку и грохнет одну из них. Проблема заключается в том, что транзакции могут ну, такой граф получает с транзакцией и вот граф их блокировок, который они поставили. И блокировки могут быть косвенными очень сильно и такой вот непонятно, что там реально к чему-то привело, но в конечном итоге какая-то одна транзакция просто умирает, все, то есть она как бы была все хорошо, но вы вынуждены были прекратить, потому что у вас все из-за этого остановилось. Это про дедлоки вкратце, наверное, все. Самая интересная шутка про дедлоки это сейчас я забыл и нужно то есть да, то есть формулировка у нее просто и чтобы ее просто это знаете, у нее формулировка такая же, чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию. А про дедлоки это там типа вы повысите мне зарплату. Ответ придете, когда повысите. Да, как-то так приходи, там как-то так приходи, когда тебе повысит зарплату. А второй отвечает ему, когда зарплату повысят, приходи. Да, то есть ну в общем такая шутка она такая программистская, я не помню точно как она формулируется, но смысл заключается в том, что там две фразы, два слова в разном порядке поставлены и они не могут случиться, они будут ждать друг другу. Все, ребят, я на этом рассказал вам наверное все, что хотел, я мог очень запросто что-то забыть, что-то очень важное, если есть какие-то вопросы, я готов конечно на них ответить. Давай. ошибка, которая возникает в оптимистичной ситуации обрабатывает базу данных или пользует их? Она ничего, база данных в этой ситуации с ней ничего не может сделать, поэтому это называется оптимистический подход, потому что не база данных верит в то, что это не случится, а ты веришь, понимаешь, поэтому тебе потом с этой верой жить, как бы нужно будет как-то ее хендить, но в блокировке тоже, говорю, могут быть дедлоки, которые точно так же нужно хендить, как бы, и на это должна реагировать бизнес-логика, потому что она была хорошей транзакцией, но ей так просто не повезло, что в этот же момент запускалась какая-то другая же транзакция, и они пересеклись по блокировкам так, что ни одна из них или там из N-транзакций не может выполниться. Ее тогда отсекают какой-то менеджер, который следит за этим, и все продолжает как будто бы работать. Еще есть? Ну, ребята, тогда ситуация такая. У нас осталось одно занятие, ну, в смысле, мое одно занятие у нас осталось. Потом придет другой компетентный человек, который будет вам рассказывать со стороны хранилищ данных, которые про NoSQL решения. В этом плане я могу следующее сказать вам всегда, что нереализационные решения, которые NoSQL, они чаще всего применимы когда данных у вас действительно много. Вот прям много. Вот когда я говорю много, это прям много-много. Это даже не терабайт, да, там, это вот прям десятки, сотни терабайтов может быть. Иначе реализационная база, плюс-минус нормальная, там, нормально сконфигуренная, справится с таким объемом. Плюс реализационная база заключается в том, что он, она, это уже такая зрелая технология. Я не знаю, ее и мне преподавали в УЗИ, поэтому она уже проверена временем и на ней, на ее основе можно решить специфические задачи. Можно графы, там, не знаю, хранить, это будет неоптимально, но можно, деревья там строить неоптимально, но можно, там, транзакционные какие-то вещи делать лучше всего, аналитику строить по большим данным можно, но неоптимально, да, но если данных не очень много, то он будет справляться. Я всегда говорю, что революционная база, это такой универсальный солдат, который у вас должен быть как бы какой-нибудь как этот, знаете, этот швейцарский швейцарский ножик, да, который там много там чик-чик-чик-чик все делает, он как бы этот швейцарский ножик может плохо там пробку от шампанского откручивать, да, но в принципе сойдет, да, хлеб там может не очень круто резать, но можно порезать. Также можно и к этой коллекционным базам относиться, что если у вас данных немного, она решит плюс-минус оптимально любую вашу задачу. Если у вас данных становится много, вы можете думать в рамке NoSQL решений, но вы чем-то пожертвуете обязательно. Либо скоростью, либо транзакционностью, либо скоростью каких-то определенных запросов, либо пожертвуете join'ами, грубо говоря, либо пожертвуете транзакциями, либо пожертвуете там индексами какие-нибудь вторичными, либо даже первичными, в общем, много чем. Да, но на SQL можно решить все плюс-минус. Вот, то есть на SQL смысленно-реалитационных базах данных. На этом я считаю, что я вам рассказал все, что практически знал. неправда, конечно. Оставил еще кое-что, над чем мне нужно рассказывать. И, значит, что нам, что в следующий раз буду опять я. Главной моей целью будет очень простая цель. Мне нужно будет всем, кто придет, поставить какие-то баллы и оценить вас, насколько вы то, что я рассказывал, хорошо поняли. И у меня нет никакой стратегии, как это делать, но я это как-нибудь сделаю. Обязательно. Как-нибудь объективно я буду стараться это делать, но, в принципе, это всегда субъективно. Мы же все понимаем, что оценка преподавателя это всегда субъективная штука. Поэтому нужно готовиться к моей субъективности, но я думаю, все будет хорошо. Все, ребята, большое спасибо. Спасибо.